Об опорных зонах экономической привлекательности Арктики и социальной защищенности ее жителей. Через минуту расскажем в репортаже с форума «Арктика. Настоящее будущее». В ожидании переправы в централизованном строй заказчики готовятся к объявлению аукциона на строительство зимника на рельмарте Леска. Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирины Цепетова. В Санкт-Петербурге завершился седьмой международный форум «Арктика. Настоящее будущее». На площадке экспофорума 1600 делегатов-участников сообща решали, как сделать экономику арктической зоны привлекательной, а жизнь людей комфортной. За два дня работы форума прошло 30 панельных и рабочих сессий, два пленарных заседания. Одно из них посвятили опорным зонам, которые должны появиться в девяти арктических регионах благодаря федеральному закону. Подробности в репортаже Марии Владимировой. Опорные зоны, региональные модели и роль государства. Панельная дискуссия, посвященная этой теме, открыла седьмой международный форум «Арктика. Настоящее будущее». По задумке разработчиков арктического законопроекта Министерства экономического развития России, опорные зоны должны стать толчком развития арктических территорий. Ведь это не просто набор мероприятий, это целая система планирования. Вообще идея опорных зон, почему родилась? Мы проанализировали количество инструментов развития территории, которые у нас сегодня есть. Их сейчас, ну там Дмитрий Александрович не даст соврать, порядка 14 или 15, которые у нас могут быть использованы. И они все там имеют определенный набор льгота, набор преференций. Но при этом никто не думал, каким образом можно их совместно использовать для того, чтобы избегать максимальную прибыль для тех компаний, для того бизнеса, которые реализуют проекты, для государства, которые обеспечивают этому бизнесу реализацию проекта. Поэтому опорные зоны – это не отдельно выделенная территория, это система планирования. Какой будет система планирования в рамках пленарного заседания, рассказывают губернаторы арктических регионов, чьи территории и станут опорными зонами. Всего их девять, включая новую зону – Карельскую. Проекты Ненецкой опорной зоны касаются добычи углеводородов и развития Северного морского пути. Основу составят проекты развития Индиги, Наринмара и Амдермы. Я действительно считаю, что у нас есть три основных точки применения нашего экономического потенциала. Это в первую очередь порт Индига, который нам даст огромное развитие вот той-той транзитного потенциала, потенциала выхода на Северный морской путь. И как следствие создание новых производств, создание новых рабочих мест. Наринмар, нам, конечно, как административный центр тоже имеет ряд преимуществ. Во-первых, у нас в Наринмаре есть уже сегодня действующий порт, который мог бы нас через Печору соединить с территориями, которые уходят на юг. Плюс у нас аэропорт, которым есть авиаотряд, как я сегодня сказал, который вполне может обеспечивать безопасное прохождение судов по Северному морскому пути. И Амдерма – стратегически важное место, в котором тоже есть действующий аэропорт. Из-за этого, я считаю, что просто забывать про эту локацию невозможно. В рамках развития Ниндской опорной зоны планируется развивать как воздушное, так и наземное сообщение. В частности, порт Индика будет связан с железнодорожной линией Сосногорском, откуда ресурсы могут транспортироваться в Коми, на Урал и Казахстан. В новую редакцию госпрограммы социально-экономического развития Арктической зоны также вошло строительство трех транспортных коридоров – Наринмар-Усинск, Наринмар-Тошвиска и Наринмар-Мизень. Также предлагается строительство железной дороги Воркута-Амдерма для транспортировки добытого угля с Печорского угольного бассейна. Реализация проектов, представленных Ниндским округом в рамках опорной зоны, возможно в том числе и при участии соседних территорий. Та теория, которую мы изначально предложили по опорным зонам, исходя из количества регионов, она на самом деле неверна, потому что нельзя ограничивать экономические макрорегионы административными границами той или иной территории. Поэтому для того, чтобы получить, на мой взгляд, очевидный, больший экономический эффект, по крайней мере для Ниндского автономного округа сегодня, нам во многом есть смысл объединить экономические усилия, допустим, с Республикой Коми и с Ямало-Ниндским автономным округом. И тогда их ресурсный потенциал, который имеется, используя наши возможности выхода к Северному морскому пути и незамерзающий глубоководный порт Индига, мог бы дать очень хороший экономический эффект. С этим согласен и глава Республики Коми Сергей Гапликов. Он отмечает, в рамках концепции развития воркутинской опорной зоны возможно совместная реализация проекта с соседствующими субъектами. По таким направлениям, как, например, строительство железнодорожных путей, в том числе и до Амдормы, это позволит увеличить грузопоток через Северный морской путь. Успешная реализация, как я уже сказал, этих направлений, она позволит на сегодняшний день осуществить, в том числе и формирование тесных связей между Ниндским автономным округом, Республикой Коми и Ямало-Ниндским автономным округом, там, где существует сегодня соответствующая возможность создания конкурентоспособных и не дублирующих ни инфраструктурно, ни соответствующими, имеющимися возможностями тех усилий, которые сегодня формируются в рамках опорных зоны. Это часть, которая как раз нас сегодня волнует, уже этот вопрос, по-своему, даже затрагивал. Мы, конечно, считаем, что здесь совместные усилия, они дают дополнительную синергию, имея все те возможности и сурский потенциал, который находится на этих территориях. Республикой Коми совместно с Ниндским округом могут быть реализованы и проекты по добыче углеводородного сырья, продолжено строительство автомобильных дорог, в том числе Сыктывкар-Наринмар. Ямало-Ниндский автономный округ упор в развитии опорной зоны намерен делать на поддержку коренных малочисленных народов Севера, наряду с реализацией проектов, связанных с Портом Сабета. А Карелия – на внедрение экологически безопасных технологий природопользования, наряду с развитием возобновляемой энергии. Обменялись мнением, это диалог, форум – это диалог, чтобы слушали и представители власти, я имею в виду, и представители государственных органов, слушали тех, кто сегодня уже интересован в развитии арктических проектов. Планы у арктических регионов амбициозны. Их реализация способна обеспечить экономический рост не только субъектам, но и для страны в целом. Но для этого необходимо создание институтов развития и управленческой модели. На это в ходе пленарного заседания обратил внимание член Комитета Госдумы по энергетике Виктор Зубарев. Сейчас идет активная дискуссия относительно управляющего органа Северного морского пути, относительно параметров опорных зон. Считаю, что необходимо на федеральном уровне ставить вопрос о создании интегратора развития арктических территорий. Об этом уже не раз говорилось и на нашем форуме сегодня, в каком это виде мы должны с вами пообсуждать, в том числе и на сессии нашего форума. А также все линейки институтов развития, начиная от институтов финансирования арктических проектов, заканчивая механизмами создания благоприятной социальной среды. Предложения, высказанные в ходе пленарного заседания, не останутся без внимания. Они будут рассмотрены при работе над законопроектом об арктической зоне Российской Федерации в Государственной Думе. Самое главное, на мой взгляд, то, что нам все-таки не только обсуждение, чтобы этот проект сегодня был, не только обсуждение проблем Арктики, а с тем, чтобы наши предложения, наша озабоченность, наши проблемы, они все-таки вошли в конкретные нормативно-правовые акты, и с тем, чтобы они решались для того, чтобы все жители арктической зоны Нениско-Автономной Органики почувствовали реалии жизни, осуществление на практике вот этих всех нормативно-правовых актов. По оценкам экспертов, сегодня правоотношения в Арктике регулируют более 500 нормативно-правовых актов. Из них 10% сохраняют свою силу еще с советских времен. Поэтому совершенствованием арктического законодательства займется специально созданная в рамках Госкомиссии рабочая группа. Об этом на форуме заявил вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин. Развитие Арктики – это сложная экономика. Немалые деньги в настоящее время тратятся на топливный энергетический комплекс. Как снизить зависимость российского ТЭКа от импорта оборудования, комплектующих, запчастей, а также услуг от иностранных компаний, обсудили на заседании межведомственной рабочей группы. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что доля иностранного нефтегазового оборудования в отраслях ТЭК через два года будет составлять 40% от общего числа оборудования, задействованного в отрасли. Сейчас зависимость отрасли ТЭК от иностранного оборудования составляет 53%. Новейшие образцы оборудования в рамках импортозамещения как в геологоразведке, так и в системе МЧС и в агропромышленном комплексе и вертолётной технике российские компании представили на выставке, которая развернулась на полях международного форума. На экспозиции МЧС представлены снегоходная техника, квадроциклы, спецоборудование и беспилотники, которые уже зарекомендовали себя в работе. Беспилотные летательные аппараты, два их у нас получается, вот этот помощнее, поинтереснее у него характеристики, и дальность полёта, и время работы. А для чего используется? Ледовая разведка, да, разведка ледовой обстановки, поисковые работы, возможно навешивание сюда оборудования, который, ну, того же тепловизора, который определяет людей, ну и так далее. А часто используется вот такая поисковая квадрокопка? Вот в системе МЧС мы используем достаточно часто при поиске людей, даже вот в административных границах Санкт-Петербурга мы данные беспилотные летательные аппараты используем. Всем представленным оборудованием обеспечены пять созданных арктических аварийно-спасательных центров. Ещё один беспилотник, но уже корабельного базирования на выставке представила компания БР-технологии, которая входит в состав холдинга «Вертолёты России». Данный комплекс разработан в прошлом году, сейчас он проходит наземные испытания по элементам, элементы несущей системы, трансмиссии, системы автоматического управления. Данный вертолёт взлётным весом 300 килограмм и может нести полезную нагрузку до 70 килограмм. В состав полезной нагрузки, которую он может переносить, может входить как транспортировочный контейнер, также комплекс бортового оборудования для осуществления ледовой разведки, то есть мониторинг ледовых полей, мониторинг экологической обстановки, мониторинг загрязнений окружающей среды и так далее. Этот беспилотник может эксплуатироваться не только в море на ледоколах, но и на реках при береговом базировании, например, для ледовой разведки. Дальность полёта и онлайн-трансляции составляют 100 километров. А это уже новейшие разработки от компании «Авангард». Контейнер-теплица для арктического применения, благодаря которому выращивать овощи при отрицательных температурах можно будет круглый год, ведь внутри всегда будет более плюс 24 градусов. Он теплоизолирован, там есть инженерная система, которая управляется отечественной радиоэлектроникой, что важно, не всегда бывает, а у нас вот так. И мы сейчас гарантируем, что поселение 100-150 человек может быть обеспечено витаминной продукцией с одной такой установки. Ну, если людей больше, то и установок больше. Энергия солнца в такие фитокомплексы будет поступать также благодаря разработкам компании «Авангард». Это будут, раскрывает секрет Владимир Мельников, альтернативные источники энергии. Работа по созданию фитокомплекса компании «Авангард» проведена совместно с Аграфизическим научно-исследовательским институтом. Впрочем, в копилке НИИ и свои разработки. Вот этому салату, рукколи, петрушки и другим культурам всего шесть дней. Рост активный, несмотря на зиму. Все это благодаря специальному комплексу, который можно использовать даже в квартире. Это подобранный спектр искусственного света и та интенсивность, которая фактически очень близка к тому, что происходит на юге, под открытым солнцем. И корнебитаемая среда. Здесь растения находятся и на твердом материале с природными микроэлементами, источниками микроэлементов, и получают макроэлементы в виде стандартного питательного раствора. И вот это вот все сочетание дает высокую производительность, быстрый рост растений, высокое качество. Себестоимость продукции, говорит Гаина Геннадьевна, от 40 рублей за зелень и до 100 рублей за томаты, которые в таких условиях растут в три месяца. Рост огурцов доходит до двух месяцев, а зелени от 14 до 25 дней. Создание нового оборудования и технологии развития опорных территорий, северного морского пути и судоходства в Арктике. Все это будет финансироваться из федерального бюджета. Для финансирования трех ключевых направлений выделяются колоссальные средства – более 190 миллиардов рублей. Мария Владимирова, Антон Водряков, телеканал «Север», Санкт-Петербург. Строительство зимника Наринмар-Тельвиска начнется ориентировочно в конце года. Инженеры централизованного стройзаказчика уже завершили разработку технического задания на устройство и содержание зимней переправы. До конца следующей недели будет объявлен аукцион, который и определит подрядчик строительства. Основой зимника послужит насыпь строящейся автомобильной дороги Наринмар-Тельвиска. Это будет искусственное дорожное сооружение третьей категории зимних автодорог с ледовой переправой через протоку «Казенная виска». Протяженность переправы составит 120 метров. Общая протяженность зимника – почти 6 километров. Согласно техзаданию, ее устройство можно будет начать при устойчивом ледяном покрове. На переправе будет действовать одна полоса движения с поочередным пропуском транспортных средств. Ширина проезжей части составит 6 метров. На строительство зимника отводится 15 календарных дней. При благоприятных погодных условиях трасса будет действовать до 30 апреля 2018 года. Средства на строительство и содержание зимника в размере 7 миллионов 350 тысяч рублей будут выделены из окружного бюджета. Напомню, минувшие зимой жители Тельвиски неоднократно привлекались к административной ответственности за проезд по рослу реки Печора в зимнее время. Чтобы избежать повторения ситуации, в текущем году принято решение о строительстве зимника по маршруту Наринмар-Тельвиска. Начали с АЗОВ Ненецкой национальной кухни. В регионе стартовал образовательный проект «Северная кухня» для студентов Ненецкого профессионального училища. Строганина, кровяные лепешки и травяной чай вместо привычного борща и компота. Место встречи не студенческая столовая, а ненецкий чум в туристическом центре. Сегодня студенты Ненецкого профессионального училища учились готовить традиционные ненецкие блюда. Мастер-класс стал началом кулинарного путешествия, которое ребятам предстоит совершить в течение года. В кулинарный маршрут отправилась и наша съемочная группа. Александр Литков, сотрудник этнокультурного центра, рассказывает студентам, как приготовить любимый деликатес жителей Севера – строганино. Запах свежей рыбы и потрескивание печки-буржуйки создает в чуме особую атмосферу ненецкого быта. Ребята слушают внимательно. Они – будущие повара. И лишний ценный рецепт в копилке кулинаров не помешает. Ведь помимо нежного вкуса, традиционно ненецкое блюдо содержит полезные жирные кислоты и просто готовится. Первой пробует холодную стружку из сига Сабрина Панькова. Я пробую строганино. Давай, пробуй. Вкусно? Да. А дома готовила когда-нибудь строгани? Готовила. Чистые, из белой рыбы. И если строганину, как признается девушка, она уже умеет готовить, то о следующем рецепте слышит впервые. Кроме холодного блюда из рыбы, сегодня в меню и горячие лепешки. Да, про лепешки из крови. Была бы кровь в доступности, я бы попробовала дома готовить. Этим рецептом поделился еще один сотрудник этнокультурного центра Маргарита Латышева. Смешиваем мы теплую воду вместе с печенью. Все это мы перемешиваем. Кстати, у ненцев такие оладьи жарят без всякой посуды, прямо на печке. А пока в воздухе витает приятный запах, хозяйка чума Ксения Евтыса рассказывает интересные истории. В детстве еще у нас есть праздник, вот этот обычно отмечают солнце Нового года. А это значит, означает, вот кровяные лепешки, те же самые пекли. И еще делали резку. Это шарик, но по-русски это колобок. Вот. И тоже кровяная она может быть. И спекли, вот, и вечером, значит, репетишки играют, и вот родители говорят, кто сегодня пораньше ляжет, завтра пораньше встанет, кто первый увидит солнышко, получит резку. Ну, мы пытались вот быстренько лечь спать, утром вроде бы как, ну, когда уж проснулся, но солнышко увидели, мне, мне резку. Сегодня первой попробовать лепешку посчастливилась Кристине Янчевой. Вкусно? Да. Очень вкусно. На хлеб с печенью похоже. Да, еще соус, да, какой-нибудь, да. И было бы вообще идеально. А тебе понравился мастер-класс? Да, очень. Сегодняшний мастер-класс – это не просто путеводитель к сытной жизни студентов, это начало масштабного проекта «Северная кухня». Его инициатором выступила директор училища Галина Медведева. Мы живем в многонациональном округе, где у нас проживают очень дружно ненцы, коми, русские, мы даже бы, наверное, больше сказали русскоязычное население, да, потому что огромное количество наций, народности, которые здесь проживают. И мы должны знать и уважать традиции друг друга, культуру, ну и в том числе будущие повара должны знать, несомненно, и пищевые какие-то пристрастия, и кухню того и другого народа. Скоро ребята отправятся в гости к представителям других национальностей. Их уже ждут в разных уголках северной столицы, чтобы приготовить коми-борщ, азербайджанский люля-кебаб, башкирский бешбармак и русские блины. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.